Ну и вот, перекапывая свою коллекцию игр, накнулся я на одну с названием Мертвый Трап. Ну ладно, Девтреп это смертельная ловушка или что-то вроде того. Так я познакомился с интересным жанром Tower Defense. Попытка найти потом нечто подобное, поновее, актуальнее, с хорошей графикой, ни к чему не привели. То ли я плохо искал, то ли Девтреп действительно уникальна. Выпущена она была в 1900, так, стоп, извините, в 2015 году, разумеется. То есть она относительно новая. И что самое интересное, ее суть точно отражена в названии. В чем суть? Суть в том, что тебя отправляют на локацию, где ты расставляешь ловушки и ждешь прихода гостей. Гости идут дружным парадом штурмовать твои укрепления и в эти самые ловушки попадает. Задача сделать так, чтобы все эти благородные господа там в этих ловушках и остались и до финиша не добрались. Собственно, я вам сейчас описал всю игру, это практически исчерпывающее описание геймплея, правда. Да, тут есть формально какой-то сюжет, настолько невнятный, что я его даже не удосужился запомнить, мол, 10 веков будет крепость стоять, стена за... Нет, стоп, это не тот сюжет. Короче, зло, да. Зло, оно проникает в наш мир, вроде. И вот оно проникает, а вот мы и нам нужно его выникнуть обратно. Или наоборот, оно хочет проникнуть, и ему нужны наши порталы, мы их защищаем. Я не помню, вот правда. Если бы это была какая-нибудь готовая уже вселенная, о которой ты заранее знаешь, что она интересна сама по себе и интересна, в принципе, лично тебе, то в сюжет можно было бы и вникнуть. Как, например, в случае с Elder Scrolls Legends или Гвинтом. Мне интересны эти вселенные, поэтому я могу почитать, какие сценки там разыгрываются и даже понять их. Хотя на самом деле, кому не наплевать, каков там был формальный повод, чтобы разыграть карты, вот серьезно. А Death Trap это какая-то своя карманная вселенная, созданная конкретно для этой игры. И учитывая специфику геймплея, едва ли на него делали упор, так что не вижу смысла на нем останавливаться. Да будет забавно, если сейчас окажется, что эта вселенная часть огромного пласта культуры, и только я об этом не был в курсе. Ну ладно, вначале выбираем героя. Они фиксированы. Воин, волшебница, лучник. Внешность также не меняется, меняется лишь имя. И, собственно, погнали. Как я уже сказал, тебя телепортируют на карту. Врагов на ней пока нет и не будет, пока ты не скажешь, что готов. Твоя задача расставить ловушки. Або где не получится, ловушки расставляются только на заранее обозначенных местах. Дело в том, что враги тут идут строго по линии, и тебе даже показывают, по какой именно, выделяя ее. Идут они волнами, и с каждой волной не только все более грозные уроды прут в атаку, но и также подключаются новые линии. Приходится разделять внимание. Их цель – достичь портала. Портал удерживает 20 единиц. Мелкий враг – это всегда одна единица, а вот дальше, чем крупнее, тем больше. Если прошедшие через портал враги исчерпали запас прочности портала, то раунд проигран. Поэтому наша задача – не пропускать по возможности вообще никого. Звучит, как видите, примитивно и просто. Но на деле, хоть это и действительно примитивно, но того не менее интересно и вовсе не просто. Мы перед началом уровня выбираем сложность. Чем она выше, тем щедрее призы при победе. И повышенная сложность вначале заблокирована, да и обучающие уровни откровенно скучны. Но стоит лишь преодолеть этот порог, как игра показывает истинное лицо. Враги становятся сильно выносливее, и их количество начинает зашкаливать. Также на любом уровне сложности они имеют очень хорошее разнообразие. Стреляющие, колдующие, летающие, ползающие, телепортирующиеся, такие-раз-такие. И чем дальше движешься по сюжету, тем все разнообразнее они становятся. Конечно же, у героя есть способности. Вот, например, магичка пуляет свои колдунства, но много так не навоюешь. Единственный способ остановить врага – это грамотно расставить ловушки. Дело в том, что это не бесплатное удовольствие. За убийство врагов мы зарабатываем очки, и на них мы покупаем ловушки и улучшаем их. Вначале тебе дадут их стартовое количество, но это количество очень ограничено, и чтобы уже на старте не запороть игру, придется иногда хорошенько подумать, куда и что ставить. Ловушки тут тоже разнообразны. Они делятся на несколько типов башни, там, не знаю, ямы всякие, призывающие, останавливающие. Каждый тип хорош против определенного вида врага, и плох против какого-нибудь другого. Например, кислотная ловушка хорошо разъедает броню, а пулеметы вообще почти не пробивает. Так что придется по возможности исследовать состав волны и смотреть характеристики существ, благо делается это легко и просто. Уже навоевав несколько десятков тварей, ты получишь дополнительные очки, на которые можно строить новые ловушки. Строить можно в любое время, но удобнее всего это делать, конечно же, между волнами, когда враги перестают переть, ожидая твоей готовности. Поначалу может показаться, что ловушек маловато, да и справляются они со своей работой довольно посредственно. И тут игра напоминает тебе об РПГ элементе. Не просто ж так тебе дают герои со способностями. Проходя локации, накапливая золото, мы растем в уровне. За золото тут покупается экипировка, это единственная форма визуальной кастомизации персонажа. Тут тебе и робы, и оружие, и кольца. Их также можно продать, можно купить, можно даже разобрать и запчастей собрать что-нибудь рандомное, иногда очень крутое. Честно говоря, я был удивлен количеству геймплейных деталей в такой, на первый взгляд, посредственной игре. То есть для С-класса она чересчур заморочена, и в то же время для Б-класса она как-то не дотягивает по некоторым мелочам. Но это мои критиканские метания, во время игры нормальные люди, как правило, о таком не задумываются. Экипировка тут не сказать, чтобы сильно влияет на прохождение. Влияет она ровно столько же, сколько вклада в победу вносит сам персонаж своими навыками. С ростом уровня мы получаем очки, которые можем вложить в эти самые навыки. У нас тут есть четыре пидонавыка, два из которых атакующие, а остальные два экипируются по откату и больше являются вспомогательными. Например, замедлить противник или заморозить его на время. Все эти навыки можно улучшать вплоть до десятого уровня, а сами их свободно можно менять меню персонажа, беря на бой только нужное. И после преодоления уровневых порогов открываются новые наборы навыков. В целом их тут не так уж много, но и немало для игры, где навыки конечно влияют на исход, но не являются чем-то невероятно важным. Согласен, иногда они действительно сдерживают врага, ведь ловушки тоже не всесильны. Сдерживают до тех пор, пока мана не закончится, ведь она тоже не бесконечная. Но основной упор, конечно же, делается именно на ловушке. Помимо очков-навыков мы получаем также очки, не помню как они называются, назовем их так, очками мастерства. За эти очки мы улучшаем ловушки. Сперва они закрыты для выбора, но при преодолении уровневого порога, опять же, будут открываться новые их наборы. Но большая часть ловушек станет доступна при выполнении определенных условий. Например, огненная ловушка откроется, если столько-то сотен противников будут убиты огнем. И такие вызовы для игрока, мол, хочешь жарить? Ну покажи, что умеешь это делать. И некоторые из них открыть весьма непросто. Ловушки можно улучшить как в уровнях, увеличивая микроскопические, но все же стабильно их показатели живучести и урона, а можно улучшить и в ответвлениях. Например, ветку урона, отдельно ветку скорострельности, отдельно еще какую-нибудь там ветку, их всегда три. Я видел не все ловушки, но тех, что видел, а их было очень много, было именно так. В отличие от предыдущих постоянных параметров, эти надстраиваются прямо в игре по тому же принципу, что и сами ловушки. Разумеется, тоже за очки, что делает этот ресурс еще более важным. Разумеется, прокачанные ловушки по понятным причинам гораздо эффективнее, хотя панацеи все же не становятся. Вот, в общем-то, и весь игровой процесс. Есть без преувеличения орда врагов и есть один ты. Посади портал, впереди ловушки никто не пройдет. Несмотря на элементарную суть процесс, он вполне себе веселый, к тому же не двухкнопочный. Довольно часто придется задумываться, где, как и что расположить. А учитывая, что ловушки можно еще и продать обратно без потери очков при этом, да еще и можно замедлить или ускорить время, игра от этого превращается фактически в стратегию. В принципе, это она и есть. Конечно, на легком уровне сложности, тем более на начальном этапе, тут много думать не придется. Стой себе и жди, пока все просто подохнут, лениво так постреливая по врагам. Но даже на среднем уровне к концу сюжета будет нелегко, не говоря уже о высоком уровне сложности, к тому же с настраиваемыми условиями. Можно увеличить жирность врагов или их скорость. В общем, заметно усложнить себе жизнь в обмен на призы, которые ты, может быть, получишь в конце миссии. Еще на карте есть сундуки, которые можно открыть и получить из них какие-нибудь дополнительные финтифлюшки. Чтобы открыть сундук, нужно убить 2, 3, 4 стаи врагов на карте. Загвоздка в том, что враги эти расположены в разных концах и активны только во время волны. Соответственно, перед тобой стоит выбор, отвлечься и рискнуть провалом, или же плюнуть на все и заняться обороной. Я однажды из-за бага застрял на пятачке земли, не связанной с основной землей. Чуть не провалил миссию. Уж не знаю, каким макаром, но еле выброса. Больше я за сундуками не ходил. Но вы можете попробовать, конечно же. Сами миссии с сюжетом не связаны никак, что делает последний еще менее необходимым в игре. Он не развивается, персонажа не проявляет никаких личностных качеств. Я бы даже так сказал, вообще не показывает наличие личности как таковой, а не просто статисты. Есть вот условная карта, на ней есть полтора десятка точек, на каждой точке три локации, каждую нужно защитить. Как только ты защитишь их, переходишь на следующую точку. Защитил все точки, поздравляю, игра пройдена. Тебе покажут финальную заставку, увеличив количество сюжета в игре ровно вдвое. И в ней скажут, что мол, да, ты мир, конечно же, защитил, молодец, и вообще, но. Враги, ты знаешь ли, не дремлют. Не хочешь ли ты все пройти еще раз? Да, это подобие новой игры плюс. Только вот это не новая игра плюс. Ты просто можешь перепроходить миссии заново по выбору. Зачем? Чтобы растить персонажа и делать его еще сильнее? Ну да. А зачем? Вот тут обычная игра подсовывает мультиплеер, мол, а давай-ка ты в компании с четырьмя такими же отбитыми на всю башку друзьями попробуешь не сдохнуть от рук орд врагов. Звучит заманчиво. Жаль только, что игра, хоть и технически не такая уж старая, но сервера пусты. Сколько бы я не искал, никого не нашел. А искал я долго. Хотя вру, один раз нашел. И после 20 минут ожиданий в меню карты мне написали что-то вроде, а не пошел бы ты отсюда? Мы тут с друзьями, видишь ли, собрались поиграть. Отличный игровой опыт. Собственно, на этом мое знакомство с игрой было окончено, потому как за прохождение кампании я увидел почти все ловушки и уж точно всех врагов и все карты. Да, можно скачать любительский из мастерской, но это не всегда уместно в играх, как я думаю, вот в этом случае, да, это неуместно совершенно. А больше в игре ничего и нет. Разве что можно попробовать пройти кампанию еще раз за других персонажей, но я уже сказал, что они тут большой роли не играют, так что нет, спасибо. И вот в этом основная проблема игры. Не в неудобной иногда могущей телепортации не в однопразности процесса, а именно в его продолжительности. Игра с таким, казалось бы, потенциалом очень быстро начинает растерянно пожимать плечами и говорит, что на этом ее полномочия все, хотя ты лишь пару дней в нее посидел. Ей вечно чего-то не достает, то тут, то там, по мелочам. Но именно эти мелочи не дают ей выбраться из своей категории и стать более значимой. Плохой она от этого не становится, но ты чувствуешь себя отчаявшимся родителем, гениальный ребенок которого никак не может решиться получить качественное образование. Но зато можно похвалить игру за графику. Да, для такого процесса, для такой категории она вполне себе качественная и нареканий не вызывает, но эту игру делает не графика. Впрочем, хорошо, когда она есть, так меньше придира к игре остается. Такие вот дела. Даже не знаю, что сказать. Противоречивая игра. Если описание вас заинтересовало, можете попробовать. Стоит она недорого, но не рассчитывайте на какой-то головокружительный опыт, тем более на затяжной. Я уверен, что максимум, что вы из нее сумеете выжить, это пару-тройку вечеров. Но очень приятных вечеров.